Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юниси, вещая из Калгари, Альберта, Канада. На часах у нас сейчас 8 часов утра ровно, дети пошли в школу, а я сейчас еду, где вчера проходил техосмотр машины. Я вчера проходил где-то с 7.30 утра до 12, ну машину я там оставил. Им проверяли всю машину абсолютно, это называется Out of Province Inspection, то что я говорил, что буду делать. У меня был appointment на вчерашний день, и я сейчас иду дать первый задаток за то, чтобы отремонтировали машину. Конечно же, я надеялся, что я обойдусь только, допустим, покупкой шин, резиной, там задние колеса нужно поменять. Среднюю я купил новую, когда я приобрел эту машину. Ну, конечно, я сильно на это не надеялся, потому что я знал, что машина скрипела. Где-то я слышал ходовую еще с Сен-Стивена, но мы еще проделали 5000 километров на ней, друзья, такой огромный путь. И я знал, что там нужно будет что-то поменять. Я, конечно, не ожидал, что это все мне обойдется в несколько тысяч долларов, но есть, что есть. Я сейчас еду дать задаток, чтобы начали люди покупать для меня запчасти, и на следующей неделе уже назначили appointment на ремонт. То есть после прохождения вот этой инспекции, техосмотра, тебе дают 10 дней, чтобы починить все, что тебе надо починить. Иначе тебе нужно пройти заново этот техосмотр. Друзья, можно по-разному на это смотреть, конечно же. Кто-то может сказать, что это просто как тебя доят, с тебя просят деньги. И на самом деле я проходил техосмотр в Сен-Стивене, и этот техосмотр у меня действителен до мая 2020 года. Но здесь просят еще один техосмотр, так как ты переехал из одной провинции в другую. Я, кстати, не перестаю удивляться тому, или не перестаю говорить, что разные провинции тут, это как разные страны. У всех свои требования, свое законодательство, свои условия и так далее. То есть, смотрите, я просто переехал из одной провинции в другую, техосмотр, который я прошел, это хорошо, ты молодец. Но ты должен здесь пройти наш техосмотр, потому что наш техосмотр техосмотреннее, чем тот техосмотр. Ну, можно и так относиться, понимаете. Можно относиться к тому, что просто как бы людей доят. Но, в принципе, друзья, я вам скажу следующее сейчас. Честно говоря, вот то, что я прошел техосмотр в Сен-Стивене, там несколько механиков есть. Я у одного частного механика, как вы помните, кто смотрит мои видео, проходил. Это немножко такая, знаете, как Филькина грамота. Такое ощущение было в Сен-Стивене, как будто я прошел техосмотр у себя там на родине, то есть у себя в Молдове. То есть, как бы человек, просто заплатил человеку сколько там, 50 долларов, он там что-то посмотрел, ну, и он написал, что да, все год. Ну, да, там что-то он поменял, конечно, он одно поменял, что-то я не помню. А, я поменял маслофильтры, кажется, тормоза поменял, я не помню, что. Ну, не сильно, понимаете, они были скрупулезны, вот, как бы, прохождение этого техосмотра, ну, поверхностно, скажем так. И меня это даже удивило где-то, ну, меня это даже и радовало. Ну, вот, понимаете, это, я не знаю, с чем это связано, может быть, это что-то частник, я не хочу сказать, что там в Сен-Стивене все так, или все так в Нью-Бранске. Конечно, нет, не все так в Нью-Бранске, Нью-Бранске огромный. Но, может быть, это тот такой частник, и мы с ним уже как-то знали, уже на протяжении года знали друг друга. Я его ни о чем не просил, кстати, в Сен-Стивене, то есть я просто сказал, я даже, я первый раз проходил техосмотр в Канаде. Я вообще, у меня не было таких мыслей, чтобы у кого-то что-то просить, потому что это Канада, у тебя как бы сразу таких мыслей нет, если честно, чтобы как-то договориться или что-то такое. Нет, и я понимал, друзья, что, я когда шел на техосмотр в Сен-Стивене, у меня тогда ходовая шалила, сзади там, я не знаю, что до сих пор какой-то шум и скрип, и думаю, что он мне тогда скажет, что Леонид, вам нужно вот это, 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 это. Он, наверное, закрыл глаза на многое, или же не проверил, или же закрыл глаза, не знаю. А здесь за все это, друзья, нужно платить, и они все проверили, буквально, реально, я удивился, что они проверили все абсолютно. Понятно, что это их хлеб, это самый дешевый сервис, который я нашел по техосмотру, я об этом уже говорил, мне кто-то уже из Калгрии позвонил и попросил тот же номер телефона, я дал. Но, понимаете, как, наверное, это их хлеб, что, может быть, это маркетинг такой, что они предлагают самые низкие цены по техосмотру, а потом они уже, как говорится, доят по тому, что тебе нужно машину сделать. Но объективно, вот, вот к слову я хочу сказать, что объективно это нужно сделать, все, что они написали, это нужно сделать. Так что я могу возмущаться, могу не возмущаться, но это реально нужно сделать. Вот это моя станция, где я прохожу техосмотр, и я сейчас иду дать первый задаток, чтобы они начали покупать запчасти, друзья. Вот такие пироги, друзья, я заплатил уже депозит, чтобы люди начали заказывать, они мне уже позвонят, что и когда привезти машину. Ну, вот так, вот такая, Канада, она дорогая, для некоторых эти суммы звучат, я не знаю, много, дорого, я согласен. Вот они, у них такое вот доскональное, знаете, как отношение, доскональный такой подход к этому техосмотру, и мне нужно просто как это принять. И я, в принципе, это понимаю и принимаю, потому что машина будет, ну, в отличном состоянии после такого ремонта. И то, что, на то, что закрывали глаза там в Сенсиване, здесь уже не закрывают глаза, можно к этому по-разному относиться, но это вот факт, друзья. Сейчас это мне вышло, выходит, как бы, копеечку, но это уже, как мои справки, потому что это нужно сделать. Это просто нужно сделать. И почему-то нужно сделать, иначе просто я не смогу машину поставить на учет, здесь не могу поставить, ну, поменять номера на альбертовские. То есть я не смогу машину поставить на учет, ее нужно только продать, а чтобы продать ее уже, как бы, на нюбранских номерах, это уже будет, не знаю, насколько люди будут относиться к этой продаже машины, насколько это нужно будет скинуть цену, чтобы нормально ее продать. То есть, чтобы взять другую машину, это будет больше денег стоит, или там, бери кредит опять себе. Поэтому я все-таки буду эту машину ремонтировать, она отличная, она очень надежная, ну, конечно же, ее нужно содержать. И она мне нравится, и я еще хочу устроиться потом на деливери, то есть на доставку. Здесь в Калгари нужно использовать тот момент, что Калгари огромный-огромный город. И тут, кстати, там даже в Нью-Брансвике даже юбора нету, да. Ну, чтобы вы знали. Ну, вот здесь в Калгари все есть, и я буду устраиваться на доставку. И, конечно же, я потом, эта машина, как бы, она будет и приносить деньги, это будет как инвестиция, а не просто как, чтобы кататься на ней, но она еще и будет приносить деньги. Тем более, что права есть, опыт вождения огромный, и буду работать только днем, и буду работать, насколько это возможно, чтобы поддерживать уже своих клиентов, которые уже есть. И параллельно, как бы, просто учиться, друзья. Вот такие пироги, я не знаю, может, кому-то интересно, это я буду делиться, кстати, о том, как я уже машину взял, как я устроился здесь по доставке. Я не знаю, я не думаю, что буду делать пассажирские перевозки. Я всегда тебе говорю, что всегда может быть и хуже. Вот чему, чему меня жизнь научила всегда, что всегда может быть хуже и может быть намного хуже. Поэтому всегда, если есть какие-то трудности, нужно преодолевать, и нужно при этом не роптать, и не, я не знаю, просто преодолевать трудности за трудностями. Можно, конечно, возмущаться, там, выпускать пар, но надо идти вперед, друзья, надо идти вперед, несмотря ни на что. И что мы делаем? У нас просто обучение начнется, как основное обучение начнется с начала декабря, потому что еще собирают группу здесь. И я хочу, как мы хотим параллельно и зарабатывать, и обучаться, и так далее. И мы обучаемся в той области, где у нас есть перспектива уже, в принципе, и поэтому мы и обучаемся. И параллельно нужно как-то себя продерживать здесь. И понимаете, вот это предпринимательство, или это, как бы, оно без никаких гарантий, потому что я смотрю, люди многие требуют гарантии. То есть мы сейчас, мы, конечно же, будем устраиваться на нормальные работы, или будем поддерживать, как бы, для поддержки штанов будем какие-то работы делать. Будем поддерживать наш бизнес, который мы потихонечку, потихонечку. Но для того, чтобы стать нормально на ноги, нужно пройти через вот эти трудности в начале, но при этом не теряя цель и изгоду. Потому что можно потом глубоко утонуть в этих бытовых проблемах и терять цель. Никогда не нужно терять цель из виду, доверить и действовать, друзья. И попутно, как бы, вот, иметь такую работу, которая тебя поддержит на первое время, но развивать свое. Это мой главный маяк, друзья, это развивать свое, мы будем это развивать. И еще нам нужно, друзья, как бы, строить кредитную историю. Мы пошли в банк, мы проконсультировались. Нужно, чтобы у тебя была стабильная работа, какого-то канадского работодателя. Они именно на это делают акцент. Чтобы у тебя там строилась кредитная история, нам нужно, как бы, чтобы для моргиджа взять, нам нужно полгодика, год, как бы, работать на нормальных, на обычных работах, как некоторые выражаются, на нормальных работах. В этом русле, как бы, вписываются наши все действия. Будем наш бизнес развивать, будем всегда показывать поддержку нашим уже существующим клиентам и партнерам, развивать свой бизнес. Но параллельно будем какие-то работы иметь, чтобы поддержать кредитный уровень и чтобы поддержать самих себя, конечно же, друзья. Спасибо вам за внимание. Вот такие новости будут держать вас в курсе. Наверное, кому-то будет интересно. С нами был на связи Леонид Ионеси. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Пока-пока.